Здравствуйте! Вы смотрите Весть КамАЗа. А значит, у вас есть 15 минут, чтобы узнать о самых значимых событиях на Камском автогиганте в студии Павел Михно и Ксения Чернильцева. Коротко о главном. Штампуют четко, а швы выдают ровные. Очередной цех на ПРЗ получил звание эталонного. Требуется справка? Обращайтесь к ЦОБОТу. Первый программный робот официально устроился на КамАЗ. До победы снова шаг. КамАЗовцы вышли в число финалистов конкурса «Наше время» без Нензаман. На прессово-ранном заводе КамАЗа еще один участок заслужил звание эталонного. Оно присвоено ответственному производству. Участку сварки цеха штамповки и сварки деталей кабин. Для других производственных площадок он не только образец культуры производства, но и отношение к качеству. Ведь его продукция отправляется на новый завод каркасов кабин. Где требования к комплектующим чрезвычайно высоки. Что сделано, чтобы безупречно соответствовать мировым стандартам автопрома? Изучил Тагир Закиров. Новый цех создан для освоения выпуска каркаса панели приборов на флагман нового модельного ряда КамАЗ-54901. На ПРЗ он появился два года назад. Освоение продукции поручили коллективу, который возглавил хоть и молодой, но имеющий за плечами солидный стаж работы сварщиком, мастер Ленарга Фурбаев. Данный участок начинается у нас с этой точки. Деталь в потоке заезжает на этот участок, обрабатывается на этих машинах контактной сварки. Они расположены друг против друга. Тут же у нас находятся посты дуговой сварки, где тоже проходит обработку некоторые детали. Качество продукции здесь поддерживается на высшем уровне. Оборудование просто не будет работать, если в детали присутствует брак. В этом случае на экране рабочий увидит ошибку. Кроме того, особое внимание уделяется и контролю за уже готовой продукцией. Участок расположен так, что позволяет работать настолько быстро, что единственная задержка может возникнуть только на посту ОТК. Детали мы проверяем по чек-листам, в которых прописаны все параметры, которые мы должны проверить и зафиксировать на данную картию. Все очень легко и просто. Написаны все параметры, мы только исполняем графы. С каждым днем сами сотрудники цеха улучшают производство. Разработали упреждающий перечень ошибок и нарушений. На стендах выставили образцы готовых под узлов различных марок, чтобы рабочие при приварке уж точно не ошиблись. И даже разработали новый метод накладки швов. Также были внедрены на участки и идеи повышения производительности труда. Пока в этом цеху идет освоение новой продукции. Начало темпового производства запланировано на следующий год. К моменту старта участок должен вырасти до эталона премиум-класса. Ведь именно к нему относится и КАМАЗ-54901. Тагир Закиров, Ольга Ефремова, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа. Требуется справка? Обращайтесь к ЦОБОТу. В Центре обслуживания бизнеса состоялся запуск первого на КАМАЗе офисного робота. Программный комплекс, созданный по технологии RPA, будет по запросу камазовцев формировать справки по форме 2НДФЛ. ЦОБОТ так назвали виртуального сотрудника-разработчики. Имитируют действия человека за компьютером, внося необходимые данные в программу. Причем делает это без ошибок и быстро. Знакомиться с новым сотрудником отправились и наши корреспонденты. Первый офисный робот на КАМАЗе приступил к работе. И хотя участникам презентации показали принцип его работы на мониторе компьютера, отдельное место новому работнику не требуется. Он находится на виртуальном сервере. Сергей Анатольевич, приветствую вас. Я новейшая разработка Центра обслуживания бизнеса. Я робот. ЦОБОТ, как прозвали программного робота-разработчики, в отличие от человека, может трудиться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Он имитирует действия работника за компьютером, внося необходимые данные в программу. Правда, делает это в 6 раз быстрее. Если, как было раньше, сотрудник КАМАЗа, чтобы ему получить справку за НДФ, он шел сначала в бухгалтерию и писал заявление, мне нужна справка. Ему говорят, все, иди, мы тебе там через 2-3 дня сделаем. Через 2-3 дня делали, он приходил и брал свою справку. Что теперь происходит? Теперь у сотрудника есть несколько источников, как ему уже подать заявку. Это можно сделать через мобильное приложение или на портале КАМАЗа, позвонить по телефону в контакт-центр, либо подойти во фронт-офис и взять справку там. Причем в последнем случае сотрудник получит 2 НДФЛ буквально на месте. В остальных же вариантах документ будет готов в этот же день. Формирование таких справок только начало. В ЦОБе разрабатывается дополнительный функционал, часть которого уже используется в тестовом режиме. И работа в этом направлении будет продолжена и дальше. Ольга Ефремова, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа. С 1 октября по 30 ноября на автогиганте проходит акция «Пенсия» будущего 2019, в рамках которой заводчане смогут позаботиться о своем будущем уже сегодня. На каждом из предприятий сотрудников встречает мобильный офис первопромышленного альянса корпоративного пенсионного фонда КАМАЗа, который предлагает добавить к обычной пенсии еще и КАМАЗовскую. Проект реализуется на автогиганте уже не первый год, но вопросов у заводчан меньше не становится. Как вступить в программу? В чем ее преимущество? За ответами о повторении, как известно, мать учения отправилась Алсу Валеева. В обеденный перерыв работники автозапчасть КАМАЗ торопятся к мобильному офису, чтобы лично задать свои вопросы специалисту фонда, а не сотруднику отдела кадров, как это бывает в обычные дни. Как правило, мобильные офисы работают в холлах перед столовыми, однако здесь он расположился прямо в одном из цехов. Работникам предлагают уже проверенную программу получения КАМАЗовской пенсии дополнительно к государственной. Такие выплаты сотрудника предприятия формируют совместно. С момента, как только его приняли в программу, начинается отчисление его личных пенсионных взносов и заработной платы, и завод добавляет сразу же такую же сумму ежемесячно. То есть, словно говоря, человек 500 рублей перечислил в октябре месяце этого года, в ноябре месяце ему завод добавляет такую же сумму. КАМАЗовская пенсия назначается на таких же условиях, как и обычная трудовая. Однако есть одно существенное отличие от тех же государственных выплат. КАМАЗовские наследуются. Все взносы, они наследуются. Наследуются на любом этапе. То есть, если человек не доживает до пенсионного возраста, все перейдет правоприемнику. Причем перейдет одной суммой. Участник программы сам выбирает, когда получать выплаты. Есть возможность получать их даже до выхода на заслуженный отдых. Однако основная масса КАМАЗовцев все-таки ждет пенсионного возраста. Я пять лет получала дополнительную пенсию, так называемую, вот эту КАМАЗовскую, ну, где-то в районе пяти тысяч рублей. И в этом году у меня программа закончилась. Помимо того, что я вот получала эту пенсию, я по окончании программы получила еще инвестиционный доход. Очень хорошая программа. Особенно, когда выйдешь в пенсию, когда накопятся твои деньги, потом это все время можно это получать с пенсией вместе. Очень удобно, никуда не надо ходить, все можно тут оформлять. Такие мобильные офисы будут работать на КАМАЗе до конца ноября. В планах практиковать такой формат работы хотя бы раз в квартал, чтобы на каждом заводе специалисты могли разъяснить все особенности программы и помочь стать ее участником. Алсу Валеева, Любовь Захарова, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа. Без нэн заман – это наше время, время песен и танцев. КАМАЗовская молодежь на днях собралась во Дворце культуры КАМАЗ, чтобы себя показать и на других посмотреть на зональном этапе республиканского телевизионного фестиваля «Без нэн заман». Участие в конкурсе приняли молодые сотрудники заводов «Автогиганта». Они соревновались с коллективами других предприятий и организаций из набережных Челнов и ближайших районов республики. Как показал себя «Автогигант» – расскажем далее. Выступления оцениваются в трех конкурсных номинациях – «Музыка», «Хореография», «Минута славы». Победители зонального этапа отправятся отстаивать честь своего предприятия на финал фестиваля, который будет проходить в Казани. «Без нэн заман» проводится уже в седьмой раз. Ежегодно наш творческий коллектив показывает высокие результаты. В 2015 году мы стали обладателями гран-при этого престижного фестиваля. В 2014, 2016 и 2017 года у нас неизменно были первые места. И в этом году, конечно же, наши ребята также подготовились очень сильно к этому фестивалю. На номинацию «Хореография» сборная «Камаза» подготовила необычный номер – танец сюжетный. На сцене выступают не просто люди в нарядных костюмах, а персонажи. У каждого своя роль – жених и невеста, свекровь, тесть, баянист и другие участники традиционной русской свадьбы. История танца такая, что мы выдаем где-то в годах 70-х замуж девушку. И вот вся эта процессия, то есть с приданами, с караваем, ЗАГС, вот эта вся небольшая миниатюра, но в виде танца. В следующем сценическом выступлении вокально-инструментальный ансамбль прессово-рамного завода объединился с поющим полицейским из Кукмара. В результате творческой кооперации родилась песня Ероткена, по-русски «Только люби». Музыкальный дуэт «Камазовцев» представил юмористическую миниатюру о том, как семейная жизнь с течением времени меняет супругов. На гитаре играет Эльвик Гапсалов, гзасварщик прессово-рамного завода. И это не единственное его выступление в этот вечер. Он по праву может называть себя «человек-швейцарский нож». Я есть и в хореографии, я там играю батю, я и в ВИА, который у нас отдельно прессово-рамный завод представляет, я и в общекамазовском вокальном ансамбле участвую. Также в «Минутке славы» я был в «Клоунаде», и у нас еще один номер с девочкой тоже с ПРЗ. Рабочие других предприятий тоже основательно подготовились к выступлению. Конкуренция, как и гласят законы рынка, дала положительный эффект. Фестиваль от нее стал только лучше. Посетители увидели необыкновенный колорит. Здесь татарская культура соединилась с русской, американской и даже индийской. По результатам общекомандного зачета первое место поделили между собой молодежь КАМАЗа, Менделеевского завода «Аммоний» и отдела образования Мамадышского района. Эти коллективы и отправятся на финал фестиваля в Казань. Алексей Гарнышев, Дмитрий Кравченко, Вести КАМАЗа. КАМАЗ и город не просто удачный союз, а живая история, результатом которой стал комплекс заводов и город Наками. Именно под таким названием «КАМАЗ и город» в историко-криеведческом музее открылась масштабная выставка, посвященная полувековому юбилею предприятия. Помимо ряда документальных фотографий и личных вещей камазовцев, здесь посетители могут увидеть и главных героев автогиганта – автомобили. Причем такие, которые не всякий видел даже по телевизору. А здесь их можно и увидеть, и потрогать, и даже внутри посидеть. Например, в камазовском беспилотнике или в новой кабине грузовика. Самыми первыми гостями экспозиции стали ветераны автогиганта. Первыми, кто увидел масштабную камазовскую выставку, приуроченную в том числе к полувековому юбилею КАМАЗа, стали ветераны автогиганта. Для многих из них эти фотографии – зеркало, глядя в которое, они видят себя молодыми и полными сил. Сегодняшний праздник не просто праздник, а, думаю, что это воспитание молодежи. Сюда идут разные категории людей – старшее поколение, молодое поколение. Выставки всегда были важные, потому что на выставке всегда можно было посмотреть, что было и что будет. Это значит очень многое, потому что, не зная, куда мы идем, трудно ориентироваться. Не могли отвести взгляд ветераны КАМАЗа и от будущего, которое воплотилось в представленных здесь новейших автомобилях. Оба тщательно оцениваются старшим поколением. Своебразная проверка технологий будущего, которого, к слову, не было бы без них. И именно такие экспонаты привлекают внимание молодежи. Выставка пользуется интересом в соцсетях. Очень много откликов, очень много звонков поступает, записей со стороны молодежи, со стороны иногородних туристов. Думаем, что это событийное мероприятие этого года. Уже сейчас КАМАЗ и город могут увидеть все желающие. Выставка будет работать 4 месяца до 10 февраля. Екатерина Романова, Любовь Захарова, Андрей Буслаков. Вести КАМАЗа. КАМАЗовцы на этой неделе стали вольными или невольными свидетелями активных телевизионных съемок. Вести КАМАЗа готовы прояснить ситуацию. Итак, пять дней на автогиганте трудилась съемочная группа ВГТРК федеральной телерадиокомпании, для эфира которой готовится фильм о КАМАЗе. Среди спикеров ключевые фигуры предприятия. А в качестве основных съемочных локаций главный сборочный конвейер, завод каркасов кабин, НТЦ и не только. Впечатляют технологии, роботы, внедрение технологий, которые приносят иностранцы. И при этом производство, которое локализовано здесь, получаются красивые кабины. Реально удивительно. Всегда ассоциировался КАМАЗ со стройкой, с тем, что возили помидоры. Это черный смог по дорогам, а тут такое. Премьера состоится через месяц, но точные даты и время первыми узнают зрители и читатели вестей КАМАЗа, как в онлайн, так и в оффлайн режимах. Такой была очередная рабочая неделя на КАМАЗе. А что готовит наступившее? Расскажем об этом 4 ноября. 18.00 на телеканале Челны ТВ. На этом мы, Ксения Чернильцева. И Павел Михнов с вами прощаемся. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин